Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Но, прежде всего, чтобы обслуговывать пасек для себя, чтобы не ездить до кого-то. Но с перспективой такой, чтобы делать любые столярные виробки, то есть все по дереву, что связано с деревом. Так, есть еще четыре. Не, так тут все четко, классно. Так, что у вас еще есть? У вас есть еще, я смотрю, стружкососы, пилососы. Не один, такие потужные, смотрю. Тоже станочек ось. И, конечно, не ноу-хау, но, в принципе, смотрите, сам сделал, поскольку вы уже здесь. Так, это из советских времен, так? Морис, видишь, что ты увидел? Нашел сразу эту точку такую? Да, воронка. Воронка, воронка, воронка. Так, а это что? О, смотрите, что я нашел, друзья. Это тоже хорошая точка. Шестерамочник деревянный. Смотрите, сделанный деревянный шестерамочник. Ну, смотрите, видишь, Денис. Да, это тоже. И, соответственно, если иметь таких много вуликов, то можно объединять уже для земли. Ну, это, я понимаю, пока еще варіант, ну, нема массового. Это пока только делается. Что, она шикарная. Ну, да. Например, да, пенопластовый. На стандартную рамку, чтобы они у вас были резервными? Да. 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 И объединяем, так же, соответственно, ставить, ну, скажем, не треба. Матку забрал, нема, объединяйте, поселите, вулики, все. Хотя, с Миколи, еще рамки с вугодой, ну... Ну, я вам скажу так, что у меня на практике были такие вулики, схожие, да? Ну, я хочу. Дуже, дуже важко все ж таки вот эту фанеру потом вытягивать. Да, я знаю. Дуже важко. Напрякаешься. Да, вона, 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 дуже, дуже важна. Можно заменить на такий, да, на такий материал. Да, на помеха. Сейчас входят в поры, и, ну, реально, навіть, как не сделают... Может быть, информация, да, может быть. И оценят, ну, это была большая проблема. И что, воно переродится, может быть? Да, воно практика покажет, как ты скажешь. Сейчас, где, какие-то... Ну, то все, это пробные варианты, взагалі... Ну, я скажу так, что у вас проблемы с саморезом нема, да? Нема, нема, так скажу. Нема, я використовую столько, сколько нужно. Ну, правильно. Ну, это же тоже дерево. Это... Осика, или что это? Осика, да. Осика. Осика... Ей нужно, чтобы она... Да. А вентиляции нижней нет? Вентиляцию я еще, как бы, не доробил, но ее нужно сделать 100%. А льдки, как вы планируете сделать? Льдки, например, я думаю, что они будут, ось так, с одной стороны, с другой. И, например, может быть на какое-то отделение... Ну, то... А годовать, как вы будете? Годовать? Так. Годовать можно, например, если будут объединенные рамки. Так. Можно ставить турецкую, соответственно, такую кормушечку на литру. Припустим. А есть? Да. А можно и кормушку наверх сделать. То есть я, в принципе, как столяр могу сделать любую кормушку. Ну, 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 уже кинцевого варианта у вас в голове как-то так нет, да? Есть, в принципе, кинцевые вариантии, но их нужно еще сделать. В данном случае, вот этот вулик я делал товарищу, и он хотел его использовать для руев, и, ну, правильно Александр Анатольевич сказал, то есть он, ну, скажем, не понятно, как я хотел его использовать. Но он вот такой вулик, как бы, получился. То есть я его рассчитывал, чтобы он был на шесть рамок так, и чтобы рамки замыкались по четвертях, чтобы оно было все. Завдание моё было так, и чтобы этот довгограющий вулик, если я из него забрал матку, и я его мог объединять легко с рутовскими рамками, то есть замкнуть и поставить в рутовский вулик. То есть вы еще хотите, чтобы они замыкались? Да. Вот это очень большая еще проблема, потому что в нуклеусах, ну, рамки, они отбудовывают ризной толщины. И когда вы начинаете замыкать, они понимают, что эта вулик будет ризной. Ну, такого такого, аж надзвичайно суттевого, я не думаю, что такая велика разница в отбудове довжения самих сотов. Я так не думаю. То есть я думаю, что можно замыкнуть. При певных выстанях, ну, они будут одинаковые. В принципе, я думаю, что так. Дуже суттево оно не будет ризняться. Но, скажу так, по великому рахунку, цей варіант поки що я собі не разглядаю. То есть я его собі не хочу, как бы, делать. Я думаю, что я его сделаю, выдам товара, что их есть три штуки сделанных. Три штуки просто там икриши уже есть, и его просто доробить и отдать, и хай он его использует. Я собі варіант, який все-таки хочу сделать, чтобы были довгограющие, соответственно, вулики, в которых можно было утримовать маток. И чтобы они зимовали, соответственно, для того, чтобы по весне, там, я знаю, там, у меня каждой весне десь, может, и пять, и восемь, и десять, бувает так, что маток, или пропадают, или они плохие по весне. И, если у меня много корпусных вуликов нацеленных на кочевлю, и чтобы собрать какой-то урожай, то самый лучший вариант мне все-таки из такого шестерамочника, допустим, забрать и посадить туда в семью, чтобы они дальше уже хорошо развивались. А это, скажем, как запасный вариант. То есть я его взял, пересадил, витрусил, поклав и все. И потом захватил, заселил, захватил, не заселил. Ну, вот, как бы, такой вариант, в принципе, ну, я знаю, цикавый. Просто треба его более точнее обдумать, как бы он не работал. Так же, например, в Фадеевских вуликах хорошо, но нет варианта довгограющего такого, скажем, чтобы было несколько отделений, которых можно было, там есть два отделения, да, что связано с меньшим рамкой и меньшим количеством бжолей. Ну, я знаю, что наши берут магазины и выбирают себе фалет. Я видел и смотрел видео Брониславовича, и в него, значит, корпус разделен, и, и, кстати, разбирали, были наставки твои, Денис, там, разбирали и проробляли четверти, они пропилювали эти четверти для того, чтобы поставить рамку так. И они же используют их сначала, да, там, сколько там, три отделения, или четыре отделения они используют, соответственно, маток выбирают и потом объединяют. Вот и в этом Волокове я такую цель хочу, как бы, использовать, тобто, такая идея в том, чтобы использовать. Но у Брониславовича там рамка, вона, если ее замкнуть, вона не будет, как Рутовская по плечиках, или, ну, рамка, там, 470 мм, вона не будет по плечах. Вона, получается, будет меньше. Тобто, вона в него не змикается. Так, так, вона не змикается. Не змикается. И поэтому, я думаю, вариант, або делать что-то похожее до того, как Брониславович делал, и вариантов таких довгограющих, так, как он делает. Тобто, по весне, например, они в него развиваются, он маток продает или забирает, и их раздерибает снова, разселяет. Как Вы считаете, у меня такое вопрос, почему бюлеры в Украине так любят экспериментовать? У каждого по 5-10 экспериментов каждый год, и он все жизнь экспериментует. Почему нельзя взять то, что уже работает у кого-то на массе, и просто копировать? Вот, почему каждому что-то выгадывать? Ну, например, я, я уверен, что я не выгадываю, что это уже выгодно для меня, и с этими рамками, и с этими вуликами. Подивившись в видео, я тоже вижу подтверждение этого всего. Я, в принципе, не экспериментую с какими-то там, иными рамками. Я схиляюсь именно до стандартного этого всего. Я считаю, что я не сильно экспериментую. То есть я хочу сделать так, чтобы мне было, скажем, и простейше. Ну, сейчас что я слышу? Вы хотите сделать новую систему рамок у себя на массе? Ну, у вас же таких нет еще. У меня нет. У меня нет. Чтобы спасать десять маток на весне. Обязательно украинских? Нет, не обязательно. Ну, вы же так мне сказали, что вам нужны резервные матки, потому что у вас там весне есть проблемы, что у вас нет маток там восемь, десять маток. Ну, бывает, пропадают. Но еще идея заключается в том, я еще Денис сказал, я думаю, и ты, и все другие, почули про то, что довгограющий, соответственно, если я еще заберу матку, или не заберу матку, он будет развиваться. Я могу его, соответственно, с одного, сделать там три, четыре. И, соответственно, выводить також маток, и потом снова сделать их довгограющими. То есть, для моих пасеков, 200 с лишним семей, я считаю, что нужно достаточно много маток. И те матки, которые в микронуклеусах, и в таких нуклеусах, мне они нужны. Но вы маток на продаж выводите? Или только для себя? Есть планы для того, чтобы продавать, но пока что для себя. Потому что, ну, как для меня, если вы вводите для себя маток в микронуклеусах, это вы делаете очень много работы, которая... Да, если вы разработали на стандартную рамку отводок, все, матку не пересаживайте. Вам же же нужно с микронуклеуса еще подсадить матку в семью, чтобы отводок сделать, как вы делаете. Если для себя. Да, да. Или можете сразу сделать отводок для себя. Да, я учусь все равно, только половина и все. Как у меня, да? Да, 100%. Больше бжоли, но она же никуда не добавляется. И у меня. И у вас. И у вас. И у вас. Например, стоит простой выбор. Забрати там, я не знаю, можливо, Денис, забрати лишний килограмм меда, да? Или просто взять для нуклеуса вывезти матку и этих 100, там 50 грамм джил затрусить, и заселить 50, и вывезти 50 маток. Да? Но вы же 90 грамм на вашу работу, час вы тоже потратите. Это тоже стоит. Слушайте, ребята, вам нужна программа Гордона, потому что у меня уже плевка закончилась. Да. Ваши дебаты. Дебаты. Так. Мы еще что-то покажем, что у вас интересное. Волок мы увидели. Столярку мы вашу увидели. Станки у вас добрые. А где вы берете дерево? Такое. Купим, люди приносят. В основном купляем. Ну, у вас основном это осыка или есть сосна, если нужно? Випас. Осына осыка, да. Осына из три породы, больше женщины. Ваня, 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 дивись. У всех ведро одинаковое. Вот дивись. Ты в меня снимал, умеешь снимать, и я вам скажу так, где бы он ни был, все ведро одинаковые. Клиточки. Тоже самое. У меня тоже самое. У меня не так. У меня не так. Только мы внезапно приедем. А это вы используете для связки вулок. Вот таким. Чук-джук-джук. Так. Затягнуй, и навык ручки служу. Ты себе несешь его в сторону, а мы ее раз кидаем. Нет. Где в нищей это? В нищей я тебе раз покурал. А где бджолы? У вас есть бджолы? Где бджолы? Бджолы он еще мает только завезти. Нема. Бджолы он еще мает только завезти. Тут нет. Так. Тут бджолы нет. А это? Ну, здесь 5 километров. 7 километров. Так далеко. Да нет, это далеко. 7 километров? А, тут, бачите, совсем по-другому. По бокам. Да. По бокам. Ну, мы делали и по бокам, и... Ну, можно... А как больше подобается? Интуитивно все-таки. Я только начал пробовать, но... Это тоже эксперименты, я перепрошу, да? Это да. 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 Это тоже мы... Ну, мы уже... Давай типа так сделаем. А мне такие еще подобаются. По бокам? Да. Угу. Ну, вот такой вариант. В соответствии с этим поддаком, если бы был корпус, ну, можно было бы показать... Корпус есть? Корпус там здесь был. То есть, такой небольшой поддаком. Ну, поддаком надо. Не помню, это больше крыша, или меньше крыша. Это больше. Это больше. А крыша мне не понравится ваша. Больше. Ты понимаешь, что крышу снял, мешок забрал все, ты працюешь. Ты не играешься с этими досочками, потолоченными всякими. Ну, мы же как бы стараемся для того, чтобы быстрее делать, да? Чтобы спевать, а не просто прийти и колупаться. Конечно, если там 20 вуликов, то можно колупаться целый день. Но это не красивая крыша? Да. Какая красивая она. Под краской теперь. Ё-моё. Всю стопку надо... Стоп под крышники уберешь. Не, ну... Это крышный фотомодель, да? Красивый. До речи сказать, нас еще Юра мает черный поезд по карате. Это серьезно. Да? Да. Единый нас... Я когда ее разъезлюсь, да. Можу отбить кому-то башку случайно. То есть вот так. Ага. Все равненько. Для того, чтобы можно было перевозить вулики, чтобы их чем-то больше куда-нибудь. Это просто... Чтобы не было выступающих этих элементов. Да. Чтобы они больше влезли. Вулик до вулика. Да. Чтобы чем-то больше. Ну, тогда вода так начинает затекать. Так. Соответственно, эти пидажки всегда можно снимать. Например. И использовать просто кришку, да? Так, как Ваня. Ты используешь ее. Ты просто... Это я тебе хотел сказать. Ты на цей вулке, бачишь? Ля-ля. И так он не горит. Тебе ж братов Славика там живет. Таких. У меня же пленка, да? Зверху и криша. И все. Ну, Славика, да. Ей такие, что я плену. У меня таких нема. У меня просто одна на рамки лягает и все. Так. Ну, шо ж. В принципе, столярку побачили. Бжол мы бачили. Бжол мы бачили. Бжол не бачили. Так. Ну, мы бачили осанню. Ну, все таки. Мы подякували вам за экскурсию в вашу столярку. Вважаем вам успехов и всего наикраще. Все. Дякуем, дякуем. Все, друзья. Интервью с Вороновицей мы закинчиваем. И едем дальше. Да, Денис? Да. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok